Уважаемые пассажиры, продолжаем запас заново. Насколько вы используете? Я не взял с собой ни копейки средств. Есть такой фильм «Форест Гамм», где человек побежал без цели. А у меня есть цель, и я к ней иду. Меня зовут Соберзянов Марат, мне 39 лет, и я волонтер-волшебник. Волонтер-волшебник – это тот человек, который помогает родителям, семьям с больными детьми вести сбор на колоссально огромные суммы. Сбор Саша Архипова закрыт. Ура! В 2020 году, во время пандемии, произошло так, что в соцсетях мне прислали сообщение. Требуется помощь ребенку в сборе средств на препараты. Марусь развивалась до года. Как обычный ребенок, обычный здоровый ребенок, ничего не настораживало в ее состоянии ни нас, ни врачей. Началась слабость на ногах. Это первое, что мы заметили. Далее слабость поднималась все выше. Спина, руки, шеи были затронуты. На данный момент Марусь перестала ходить, ползать, самостоятельно стоять. Когда узнал сумму сбора, она меня шокировала. Это было 2 миллиона 234 тысячи рублей. А, и долларов. Нету таких среднестатистических людей, которые смогут себе это позволить. Даже если продадут машину, дом, движимые, недвижимые, и отдадут себя в рабство, да не смогут они одни в одиночку справиться с такой трудностью, собрать такие колоссальные средства. Просто финансово никогда не потянем дальше, если мы продадим все. Поэтому мы не оставляем попытки получить препарат Золган-СМА. СМА – это спинально-мышечная атрофия. То есть атрофируются мышцы. У нас есть мотонейроны, которые содействуются. Ну, я не медик, не ученый какой-то либо. Я вам объясню своими словами. То есть это импульс мозга к мышцам, чтобы мы могли двигать пальцами, ногами, руками. Но когда доходит до легких, сами представляете, что это такое? Это моментальная смерть. Познакомился с волонтерами. Они мне рассказали, показали, что и как, и что есть чат такой волонтеров, волшебников, что занимаются они общим делом, помогая в сборе. Кстати, у каждого ребенка есть свой определенный, ну, то есть свой чат. В каждом чате свои волонтеры занимаются непосредственно определенным ребенком. В чем заключается моя работа? Я по мере своей возможности пытаюсь донести информационно. По мере своей возможности я помогаю финансово. То есть есть у меня возможность там те же самые 5-10 рублей перечислить, я перечисляю. Ну вот, как раз, смотрите, радостная новость. Землячка из Татарстана получила сегодня седьмой укол спинраза. Вот только что они сейчас в больнице, и я очень рад это эмоционально не передать, вот когда ребенок получает лечение. Если бы вы понимали, что сейчас у меня творится. Есть у нас три препарата. Спинраза, рездеплам и золгенсма. Два препарата рездеплам и спинраза, они принимаются пожизненно. Возраст и вес не ограничены. Но золгенсма – это тот препарат, который вводится всего лишь один раз в жизни. Вес ребенка не должен превышать 21 килограмм. Но это достаточно такой сложный препарат. Простым словом, если попросту объяснять, то это пересадка гена. Мне говорят, Марат, смотри, есть дети в интернатах, в больницах или еще что-то. Есть дети, которые не сегодня, а завтра умрут. Давай, может, организуем там для них какую-то радость. Подошел год, я превращаюсь в Деда Мороза, иду перекрашиваюсь. То есть у меня все настоящее. Бороду специально отращивают для того, чтобы в конце года, в декабре, перед Новым годом покраситься и выйти Деда Морозом. Семейной жизни нет. Своих детей тоже у меня нет. Возможно, я и поэтому стал помогать детям. Как говорится, чужих детей не бывает. Я сейчас на данный момент живу на улице. То есть у меня есть работа, у меня есть родственники, квартира, дом, родители. С одной стороны, я могу у них жить. Но мне на данный момент этого не нужно. Мы сейчас находимся на железнодорожном вокзале «Казань-2». Это мое временное место пребывания. Вот я здесь живу, сплю, умываюсь, кушаю. Сейчас главная цель в моей жизни – помочь Марусе Яценко из Барнаула. У нее идет сбор на самый дорогой препарат в мире залгенсма. Я решил пройти пешком от «Казани» до Барнаула в поддержку Маруси Яценко. Перед тем, как пойти, мы сейчас зайдем в салон фотопечати, сделаем фотографии и сделаем ламинацию. Я прекрасно понимаю, на что я иду. Шаг вперед – это шаг в неизвестность, как говорят. Но в любом случае, чтобы чего-то достичь, нужно сделать шаг вперед. Не оставляем попытки получить препарат залгенсма, который вводится всего один раз в жизни, и который устраняет первопричину заболевания. Мы ведем самостоятельный сбор. На данный момент собрано 70 миллионов, и еще нужно около 51 миллиона собрать. Естественно, я благодарна бесконечно Марату. Идти на такие жертвы ради чужого ребенка, так скажем, это не каждый сможет. Но и в то же время я пыталась говорить до последнего, потому что я понимаю, насколько это опасно. Вот, пожалуйста, ламинацию. Все, вообще замечательно, спасибо. Я не взял с собой ни копейки средств. Взял аккумуляторы зарядки телефонов, спальный мешок, палатка. И также есть обувь, удобная для похода. Вот так и пойду, вот с таким информационным плакатом на спине. Сзади идущие машины будут видеть, возможно, найдутся неравнодушные и помогут в сборе. Я планирую проходить примерно 60 километров в день. То есть и по расчету я приду где-то к середине августа. Если все вместе сплотиться, один рубль, это будет большая сумма. Как помните песню, да? Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Пока я один, я бессилен. Моя помощь не столь значительна. Но когда мы все вместе сплочаемся, мы можем сделать многое. И нас уже не сломать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»